И жизнь, и слезы, и любовь. Вспоминается все, как в некогда популярном фильме с одноименным названием. Волей судьбы эти женщины осень своей жизни вынуждены встречать вместе. И каждый раз, собираясь за рукоделием, они вновь и вновь пересказывают друг другу свою историю. Мария Филипповна Исаева на своем веку повидала немало. Рано осиротела, пережила тяжелые военные годы. Счастье материнства тоже было недолгим. Как и многие жители дома ветеранов, испытала горечь и унижение, поскольку родственникам нужна была ее жилплощадь, а не она сама. Только вязание в минуту досуга спасает ее от грустных воспоминаний. А причудливые узоры рождаются сами собой. Даже платки вязала, кофты, ажурные кофты. И я связала, даже вот на моей племяннице внучка приходила, я ей свитер связала, такой красивый. Она как надела бумажку. Это ты так даешь? Я говорю, я тут всем вяжу и всем так раздаю. Я заед, по этому я и живу. Ненужной своей семье оказалась и Таисия Яковлевна Куценко. Ровно год назад дом ветеранов стал ее родным домом. Частичку своей души она вложила в каждый уголок. Ее комната – образец уюта и чистоты. А жизненный оптимизм вселяет надежду в тех, кто потерял ее. Несмотря на свою инвалидность, ухаживает за соседкой, успевая вышивать и разводить цветы. С ее приходом у дома появились новые клумбы. А яркий ковер из цветов до сих пор радует всех жильцов. Мне вот дали бы шоколадку и мотыгу. Я бы взяла шоколадку. Вот такое душевное. Вот. Я на них смотрю, как на детей. Знаете, растения. По словам Марии Ивановны Бирюковой, время течет незаметно, если заняты руки. Вот я куда везу. У меня и голове, слава Богу. И время. Это уж поколение души. И время у меня уходит. Больно жил. О, обедать. Вот. Завтракать. Я не от манзора встаю и везу. И ночью везу. Родом Мария Ивановна из Сосновоборского района. В Кузнецкий дом ветеранов они переехали с мужем, когда их деревня совсем опустела. До этого момента им два года пришлось жить в полном уединении. Она блистательная рассказчица. Идет волк, переваливается. Ага. Ау-ау. Я мне на ты, сынок. Матрос. А он волк. Ой, мы в избу. Скорее запили. У ворота дырочку закрыли. Ага. В переднюю избу зашли с Ваней. Ваней меня мужик отзвали. Ага. Пошел, шелкни волк. А там у нас украинство. Лез. И в лес убегли. За окном моросит осенний дождь, а в комнате отдыха тихо и уютно по-домашнему. За неспешным разговором уже готовы теплые носочки, кружевная салфетка. Все изделия займут не только достойное место в коллекции ручных работ мастериц, но и согреют своим теплом детей, обделенных родительской любовью. Ведь главное в этой жизни – быть кому-то нужным. Угу. 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 Продолжение следует...